В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте, в студии Олеся Харлина. Традиционно последний выпуск в выходящем году мы стараемся не акцентировать внимание на проблемных конфликтах, тем более с потерпевшими. Будем вспоминать интересные факты и принимать поздравления. Смотрите прямо сейчас. Везучий неудачник. Именно так называют человека, который в любой катастрофе, даже самый невероятный, умудряется отделаться испугом и синяками. Медвежатники, щипачи и хороводники. Куда и почему исчезли многие криминальные профессии. Есть люди, которые не имеют привычки закрывать входную дверь или убирать подальше кошельки, и их никогда не грабят. Другие ставят сигнализации, в автомобиле пристегиваются, дорогу переходят только в разрешенном месте и постоянно попадают в такие ситуации, что родиться им стоило в бронированной рубашке. Есть один удивительный человек, который благодаря своим злоключениям получил прозвище «везучий неудачник». Встретить такого в поезде или самолете точно не к добру. Фране Силак родился в Хорватии в 1929 году. Он стал заслуженным учителем на пенсии с необычным прозвищем «самый везучий неудачник» или «самый неудачливый везунчик в мире». Сам Фране предпочитает называть себя «самым везучим человеком». Но это вопрос непростой, потому что везло ему только тогда, когда он попадал в крупные неприятности, причем такие, что любому другому за счастье пережить хоть одну. Первая его катастрофа, она же «удача», случилась в 1962 году. Поезд, на котором ехал Силак, сошел с рельсов и рухнул в ледяную реку. В этой катастрофе погибли 17 человек, но Силак умудрился выбраться на берег с переохлаждением, ушибами и в шоковом состоянии, но живой. В 1963 году, то есть всего через год после первой катастрофы, Фране Силак летел из Загреба. Мы летим, летим, погода хорошая, тумана нет, и вдруг ни с того ни с сего, как будто что-то ударило в самолет. Самолет при заходе на посадку задел вершину горы. От удара в хвостовой части открылась дверь, до земли оставалось 600 метров. Только представьте картину, из летящего самолета просто высыпаются 20 человек, 19 из которых погибли. Но везунчик Силак угадил ровно в сток сена и, как и в первом случае, отделался ушибами, порезами и шоком. Девушки у женатого шесть раз Франа Силака всегда были на первом месте. Его новая знакомая, к счастью, тоже удачно зацепилась одеждой за ветки деревьев. Когда я узнал, что она жива, мы с ней встретились, и она была моей возлюбленной довольно долго. Но потом наши дороги разошлись. Через три года, в 1966 году, Силак снова попадает в реку. Но уже не с поездом, а с автобусом, в котором он ехал в Сплит. Четыре человека погибли, но Фране и в этот раз выбирается на берег лишь с небольшими повреждениями и ушибами. Четвертая катастрофа произошла в 1970 году. На шоссе его автомобиль внезапно загорелся. Силак успел выбраться из горящей машины, и через несколько секунд бензобак взорвался. Не прошло и четырех лет, как уже в новом его автомобиле, из прохудившегося топливного насоса, бензин попадает на раскаленный двигатель. Пламя через вентиляционные решетки врывается в салон. Силак лишается волос на голове и лице. И получает незначительные ожоги. Кстати, по профессии он дирижер, но местные журналисты всегда писали о нем, как о человеке, способном дирижировать судьбой. В 1995 году в Загребе на улице его сбивает автобус. Даже неинтересно, пара синяков. А вот седьмая катастрофа уже серьезнее. Фране Силак ехал на своей Шкоде по горной дороге, когда после поворота увидел несущийся на него грузовик. Уходя от столкновения, автомобиль Силака пробивает ограждение и на секунду зависает над краем пропасти. За мгновение счастливчик умудряется выпрыгнуть из машины и приземлиться на крону небольшого деревца, откуда спокойно наблюдает, как его авто летит в ущелье на глубину 90 метров. Но чудесное спасение – не единственная удача Силака. Пенсионер многим задолжал. И в 2002 году впервые за 40 лет этот человек решает купить лотерейный билет и выигрывает сумму, эквивалентную одному миллиону долларов. С этого дня удачливый человек стал героем рекламных роликов. Свой счастливый лотерейный билет он решил сохранить до конца жизни. Он успел построить на небольшом частном острове роскошный дом, купил дорогой автомобиль и быстроходный катер. После чего отметил свой очередной брак с женщиной на 20 лет моложе его. Но через несколько лет Силак справедливо решил, что счастья за деньги не купишь. Все мне говорили, держи деньги в банке, но я боялся, что скоро умру. Зачем они мне тогда? На средства от выигрыша Фране построил часовню в честь Девы Марии на своей улице, помог с ремонтом местному храму и приобрел инструменты для друзей-музыкантов. А когда миллион растаял, многие просто забыли о старине Фране. По крайней мере, друзья у этого героя что надо. Все-таки, чтобы отдыхать и вообще находиться с человеком, который постоянно в эпицентре катастроф, одного мужества маловато. Поздравляю рязанцев и жителей области с наступающим Новым Годом и Рождеством. В наступающем году хочется пожелать, чтобы в вашей жизни было побольше ярких и светлых дней, которые приносили только положительные эмоции. Поменьше серых будней, скучных дней и отрицательных моментов в жизни. Своим коллегам по службе хочу пожелать, чтобы Новый Год являлся годом перспективным, нес только положительные мысли в голову, получение очередных специальных званий, премий, поменьше работы, побольше возможности отдыхать и проводить время со своей семьей. Дорогие рязанцы, поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождеством. Желаю, чтобы Новый 2014 год был для вас успешнее и смог реализовать все то, что не смог реализовать год уходящий. С Новым Годом! Уважаемые жители Рязани и Рязанской области, коллектив Московского межрайонного следственного отдела поздравляет вас с наступающим Новым Годом. Желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех делах, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Хотелось пожелать всем спокойных, добрых новогодних праздников, встретить их в кругу семьи и чтобы всех Новый Год сложился как можно успешнее. К уже сказанному хочется добавить и поздравить жителей города Рязани, Рязанской области с этим замечательным праздником, Новый Год. В Новом Году хочется пожелать всем больше радости, больше счастья. Поздравляю всех жителей города Рязани с наступающим Новым 2014 годом. Желаю всем здоровья, счастья, успехов в работе и в личной жизни. Как-то мы привыкли думать, что профессия, какой бы она ни была, дело уважаемое, в том числе и в криминальных кругах. Мы решили вспомнить, чем медвежатники отличались от щипачей и во что все это превратилось в наши дни. Медвежатниками называли тех, кто без труда взламывал сложные банковские сейфы. Причем, как ни странно, но специалисты такого рода исчезли еще до Великой Отечественной войны. А они пользовались безоговорочным авторитетом в местах не столь отдаленных. С появлением сложных сигнализаций это стало довольно шумным занятием. Правда, не раз вручала болгарка, но к чему столько хлопот? Сегодня в некотором смысле медвежатников вытеснили хакеры, одним кликом забирающие кругленькие суммы со счетов толстосумов. А год назад, например, грабители, что называется, с корнем вырвали банкомат, погрузили его в машину и были таковы. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. В Советском Союзе самое резонансное ограбление было в 1977 году. Тогда из Ереванского банка забрали полтора миллиона рублей. В выходной день воры пробили дыру в кранилище, спустили раскрытый зонтик, чтобы куски перекрытия падали бесшумно и спокойно забрались в закрома. Карманники есть и сейчас, но класс у них, считают ветераны уголовного розыска, гораздо ниже их предшественников. Таких проводных щипачей сегодня и не найти. Кошелёк у гражданки украл. Кошелёк! Кошелёк! Какой кошелёк? На, выйти! Исчезла элегантность, сборичу говорят даже сыщики. Если раньше были кражи, то сегодня чистой воды грабежи. Ещё увече нанесёте, это статья 146. 15 лет. Тут уже моя защита не поможет. Лучше я так отдам без сопротивления. Вот, пожалуйста, статья 145. Лишение свободы до трёх лет. В дореволюционной России квартирные кражи считались низкопробным ремеслом. Лишь начиная с 50-х, 60-х годов, домушники вышли в почётный ранг блатного мира. Милицейская статистика свидетельствует, что каждая вторая кража индивидуального имущества совершалась из квартиры. Многим домушникам помогал наводчик. У вас же двое. Двое. А это уже статья 146, пункт А. Шайка. Групповой разбой. Иужели вы один не могли справиться? Вору порой достаточно взглянуть на входную дверь или окна, чтобы выбрать подходящую квартиру. Часто наводчики используют так называемый хоровод. Вначале они расклеивают в подъездах объявление следующего содержания. Уважаемые жильцы, 16 ноября будет проводиться дезинфекция мусоропровода от грызунов и насекомых. Далее жильцам предлагается обработать входные двери и отдушины имеющимися средствами от тараканов. 16 ноября наводчик, обычно молодая симпатичная девушка, ходит по квартирам и повторяет объявления. Такая процедура никого не удивляет, жильцы все знают заранее. Минутного разговора и мимолетного взгляда на дверное устройство достаточно, чтобы определить финансовое положение семьи, тип входных замков, наличие сигнализации и прочего. Похищенные вещи вор сдавал барыгам, скупщикам краденого, которые сотрудничали не только с домушниками, но и с другими похитителями частной собственности. Старые воровские барыги предпочитали держаться воров и опасались бандитов. Нынешние покупают все подряд у всех подряд, да и кражи часто происходят на глазах у хозяев. А вот вы, молодой человек, сами же затрудняете свою защиту. Ну что это такое? Это же пистолет. Вам грозит пункт Б статиста 146 о применении оружия. Опять-таки 15 лет. Ссылка. Конфискация. Кражами из государственных учреждений, магазинов, сберка, с бухгалтерией и так далее занимались шнифера и медвежатники. Обычно их интересовали сейфы, которые медвежатники открывали отмычками, а шнифера путем взлома. Знаменитая питерская банда Гриши Краузы, бомбившая в 20-х годах сейфы и несгораемые шкафы по всему Петрограду, состояла из 80 человек. Среди медвежатников в 20-30-х годах прославились москвичи Дорофеев по кличке Тулуп и ростовчанин Борис Петерсон. Последний в прошлом был учителем музыкальной школы. Сегодня технические средства опережают воровское мастерство. Правда, и богачи предпочитают хранить свои денежки поближе к себе, подальше от налоговой. Так что периодически они неизбежно находят друг друга. Будьте осторожней. Уважаемые рязанцы, от имени руководства управления Федеральной службы исполнения наказаний по рязанскому росту поздравляю вас с наступающим Новым годом. Оставив за плечами еще один год, мы ждем от будущего только лучшего. Желаю, чтобы наступающий год оправдал все ваши надежды, исполнил все мечты и принес много счастья. Пусть он будет светлым, щедрым и благотолучным. Дорогие рязанцы, пусть 2014 год откроет для вас новые перспективы, порадует добрыми событиями, исполнит ваши планы и желания, станет годом стабильности и процветания. Крепкого здоровья, счастья, мира, удачи и благополучия вам и вашим близким в Новом году. Снег ложится на ресницы, и искрится синий лед. Пусть любовь тебе приснится в эту ночь под Новый год. Я желаю, чтобы под Новый год всем приснилась любовь, чтобы эта любовь утром стала явью, чтобы люди любили своих близких, чтобы люди любили свою родину, люди любили своих матерей, своих отцов, своих жен, мужчины любили, женщины любили своих мужей, все любили своих детей, чтобы все любили друг друга. И тогда действительно у всех в Новом году будет счастье. Съемочная группа программы «Вызов принят» присоединяется ко всем прозвучавшим поздравлениям. И главное, чтобы новогодние приключения не попали в разряд происшествий. Удачи и до встречи уже в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова